Продолжаем выпуск. 28 лет назад указом первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева прекращены все испытания на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне. Было принято решение преобразовать его в Республиканский научно-технический центр. На базе полигона создан Национальный ядерный центр, в структуру которого входит Институт радиационной безопасности и экологии. Перед учеными поставлена важная социальная задача вернуть 90% земель полигона в сельскохозяйственный оборот. Как сегодня живет полигон, что изменилось в некогда закрытом соседнем городе Курчатов? Ответы в специальном репортаже Гульмиры Бахтияровой. Я в самом сердце Семипалатинского испытательного полигона. Сегодня на вид это обычная степь, где шумит трава и поют птицы. Никакой охраны и колючей проволоки. Позади меня небольшое озерце. Это именно то место, где был произведен первый взрыв 29 августа 1949 года. Радиационный фон, конечно же, есть, поэтому без специальных бахил и маски ходить здесь не рекомендуется. Это испытательная площадка номер один. Называется она «Опытное поле» и находится всего в 60 километрах от Курчатова. На этом полигоне было проведено 116 так называемых атмосферных испытаний, 30 наземных и 86 воздушных. «Опытное поле» представляло собой целый комплекс инженерно-строительных сооружений для изучения последствий взрывов. Здесь были построены многоэтажные дома и даже создана небольшая линия метро. Сегодня о тех годах напоминают лишь небольшие бетонные столбы. Вся история Семипалатинского полигона сегодня собрана в специальном музее, где хранятся уникальные экспонаты – молчаливые очевидцы ядерного прошлого нашей республики. Это один из двух программных пультов, при помощи которого осуществлялись все взрывы на Семипалатинском ядерном полигоне. Сюда были подключены все тысячи других устройств, которые находились непосредственно в самом эпицентре взрыва. Здесь была налажена прямая связь с Кремлем. Попробуем сейчас запустить. 10-минутная готовность. Аппарат до сих пор находится в рабочем состоянии. Буквально через несколько минут мы можем произвести взрыв. Вот он, взрыв ядерный. Вот так нажатием кнопки было произведено почти 500 ядерных испытаний, оставивших горький след в судьбах тысяч казахстанцев. До сих пор компенсационные выплаты получают жители, прилегающих к полигону районов из трех областей республики. Расположена территория трех областей республики Казахстан. Занимаем территорию Карагандинской области 7%, 39% занимает Павлодарской области и 54% восточно-казахстанской области. Структуру полигона входит в город Курчатов, который расположен 130 км в город Семей, 320 км в город Павлодар. После закрытия полигона весь мощный технический потенциал и развитая инфраструктура ориентирована исключительно на мирные цели. На базе испытательной площадки создан Национальный ядерный центр, куда входят несколько научных институтов. Национальный ядерный центр – это одно из ведущих мировых организаций в области изучения, то есть фундаментальная физика, материаловедение. Эта организация появилась на базе комплекса военно-промышленного, то есть Семиплатинского испытательного полигона. В 1992 году эта организация образовалась. На сегодняшний день это современная, динамично развивающая научно-техническая организация. Мы имеем ряд филиалов. Семиплатинский испытательный полигон сегодня становится наукоградом. В его лабораториях работают над созданием энергии будущего, мирной и абсолютно безопасной для людей. Ученые-ядерщики совместно с экологами решают вопросы радиационной безопасности и постоянно мониторят территорию полигона. От национальной трагедии к национальной гордости – это новый путь бывшего Семиплатинского ядерного полигона. Ульмира Бактиарова, Досумбекто Каэрт, Сахпарат, из города Кручатов, Восточно-Казахстанская область.